Самая большая проблема на сегодняшний день, конечно, безопасность людей на водных объектах, которые люди у нас не хотят соблюдать, нарушают старательно, поэтому у нас удручайшие цифры. На сегодняшний день мы потеряли на водных объектах уже 28 человек. Подождите, за весь год или за это лето? Это с начала купального сезона берем, то есть с начала года уже 33. Ну давайте о разрешенных местах, куда можно, где стоят таблички купаться разрешено, где спасатели и все хорошо. Это где? На территории области у нас таких мест 21, это включая, конечно, долы и базы отдыха, на которых можно купаться, где проверены спасателям данные места. А долы это детские лагеря? Да, мы учетуем. У нас один, в котором есть пляж, планируем еще один сейчас принять. Остальное это базы и основные пляжи. Их у нас порядка 14 открытых пляжей для людей, для открытого посещения. Это которые были проверены, в которых безопасность обеспечивается спасателями, проверено дно водолазами. Данное место разрешено для купания и именно в них нужно, только в них нужно купаться. Чтобы получить это разрешение, что нужно сделать? Есть ряд необходимых мероприятий, которые прописаны у нас в законодательстве, которые проверяются комиссией, принимается пляж. Это наличие для купания, да, то есть у нас есть пляж, у нас есть вода, они должны пройти из-за пляжа, что у них допуски есть и к тому, и к другому. Вы имеете в виду по микробиологии, да? Да, по микробиологии именно. Это есть требования оборудования спасательного поста, то есть нахождение спасателей, имущество спасательного поста, круги, аптечки. Обученные сами спасатели на пляже должны ходиться, именно они могут оказать помощь. Ну и, конечно же, основа основа это водолазное обследование дна, чтобы под водой нет ни коряк, ни стекла, ни какого-то мусора, который мог бы помешать отдыхающим. А вот каким образом это обследование проходит? То есть я звоню какому-то специалисту, говорю, приезжай, обследуй мне дно, или что? Там схема отработанная, конечно. Да, пишется заявка. Я пытаюсь понять, кто этим занимается. У нас в области, у нас, скажем, три основных. Это муниципальная вооруженная служба области, пляжский поисково-воспособительный отряд МЧС России и служба города Новосибирска. Нам направляет владелец пляжа в государственный аспект с полномерным судам. Мы ее вносим в свой реестр, приезжаем, подписываем акты, пляж допущен. Разойти и сразу вот так пролистать перечень разрешенных мест и более близкое место просто выбора, да, с семьей собраться и поехать отдыхать туда. Вот где все это есть? На сайте главного управления МЧС России данный список пляжей у нас, конечно, размещен. Да, открыли, посмотрели. Город Новосибирск, у нас здесь открыто порядка шести пляжей, да, это детские, возьмем, с Советского района на водохранилище, детские, звезда, бумеранг, у моря Пскова, Галичный, в парке Кольцово есть у нас один пляж, тоже организованное место. Это на реке у нас единственный пляж, который находится у нас в районе Угринского моста, это вот здесь основа основ. Потом берем у нас на Берди, Бердский залив, это в городе Бердск пляж Дюны, это в городе Искитин на реке Бердь центральный. Не можем не спросить про Бердск, как там сейчас дела, можно ли, нельзя, последние замеры, что показали, напомним, там канализация оказалась в водах. Что вот сегодня, 12 июля, мы можем смело утверждать, что теперь вот в том районе купание безопасно, или лучше вот честно, скажите, чуть подстраховаться, еще переждать. Я понял, да. Надо понимать, что вся ситуация сложилась не в самом городе Бердск, а она произошла на территории Кольцоветского района, куда вся вода сходила вниз. В данном месте сказали, что вода чистая, но надо понимать, что именно там нету пляжа. Там место массово неорганизованного отдыха. Город занимается вопросом организации пляжа, там есть проблематика с землей, ее надо передать в город, и тогда уже будет полностью функционировать. То есть там, собственно, и до этого нельзя было купаться, получается? Да. Подскажите, почему нельзя купаться в карьере на Юго-Западном? Там есть постатели, а что не так, спрашивают? Вот как есть, давайте скажем. Давайте начнем с того, что у нас всего мест на территории области, да, вот этих массово неорганизованных, как мы и называем, у нас их 120 штук. Постами прикрываются администрациями районов, которые выставили посты, вот, да, на место, это город Новосибирск, выставил там пост, он там его выставил для того, чтобы организовать пляж. Мы прекрасно знаем, что люди там отдыхают и обеспечить безопасность там надо, именно по этой причине он там стоит. Там никто никогда не будет обследовать дно, потому что котлован неоднородный, он искусственного сообщения, ибо, да, сооружение. Сооружение. У него подводные ключи, холодная вода, и нету тех требований по пляжу, именно уклон дна, который позволяет на расстоянии более, там, 10 метров, да, максимальная глубина до пляжа метр двадцать. То есть вы понимаете, что метр двадцать на котловане, это примерно через три метра от берега. Там так много людей в жаркую погоду. Там постоянно много людей. Очень много. Но, если не ошибаюсь, по-моему, как раз-таки этот котлован, один из лидеров неприятного этого рейтинга тяжелого. Ежегодно он у нас победитель в городе Новосибирск. Победитель в городе. Да, которые, конечно, и то ситуации такие, что именно испугали, что-то на дне было, или перехватило внезапно, играли, чаще всего игра виной происходит у детей. Во всех остальных случаях, когда гибнут взрослые, это почти 90% состояния локтного опьянения. Но это важно понимать. Основная работа – это что? Это доведение для человека информации, то есть профилактика. Рассказываешь, объясняешь ситуацию. Ну, чаще всего в местах, которые запрещены, это объяснение того, что да, жарко, а куда нам идти? Куда еще? Машины нет, например, да? У нас места рядом нет, а вот он в ближайшем. Зачем куда-то идти, если вот здесь рядом с домом это находится? Исчезновение человека в воде – это моментально, никто даже замедлить не успеет. Это в редких случаях, когда сообщается информация, что вот мы сидим на берегу, и он утонул. Чаще всего это потом приходит звонок, что вот мы где-то здесь были, мы не знаем, где наш человек находится. Вот это важнейший момент. Чаще ты не можешь сказать, что он тонет, потому что кажется, что тонущий человек должен кричать и звать на помощь. А на самом-то деле он физически этого делать просто не может. Не может кричать и звать на помощь. Чаще он как выглядит? Вот со стороны берега. Чаще всего такой человек выглядит спокойно. Да, абсолютно. То есть он не дергает руками. У него закончились силы, и дальше уже он делать ничего не может. У него нет сил поднять руки, начать кричать. То есть обессилие человека связано с тем, что он начинает ощущенно дышать. В большом количестве людей, когда отдыхающих много на воде, редкий спасатель может различить, что вот данному человеку. Поэтому когда говорят, что не кричите, не промещайте о помощи просто так, играя. Да, ну так и есть. Возможно, кто-то будет кричать и успеет позвать, но чаще всего это происходит в полной тишине. Он куда-то отпыл. Все думают, ну зыряет, ну еще что-то делает, играет. Потом бац, и человека нет. У воды и в воде одному делать нечего. Вы пришли с кем-то, значит, один купается, второй смотрит. Если даже вдвоем купаетесь, то хотя бы договоритесь, что... Переговариваться как-то, да? Контролируйте друг друга. Нет такой возможности. Один пошли купаться. Я понимаю, что хочется купаться, что жарко. Но почему нельзя зайти в воду, например, по колено и просто сесть в нее? Зачем куда-то плыть, неизвестно, на другой берег пытаться переплыть? Вот для каких это целей? Ну а как это? Вот соревновательность, показать, какое крутое и прочее? Ну, не стоит так делать, так скажем. Есть организация, та же самая, которая занимается у нас в области. Она находится под правительством Новосибирской области. Люди, которые в ходе проверок наказывают людей от 500 до 1000 рублей штрафом. Закупание в нерорганизованных местах. То есть есть штраф? Да, на сегодняшний день уже таких 28 написано. Закупальный сезон на тех, кто купался в неположенном месте. Как правильно родителям готовить ребенка вот к такому отдыху маленького? Во-первых, ребенок ни в коем случае не должен находиться на водоеме один. Ни в коем случае. До 16 лет... Вообще не отворачиваться? До 16 лет... Вот ни на секунду. Никоим образом этого не делать. Находить, отправлять его со старшими друзьями или с кем-то, это тоже не панацея. Это не вариант. Только вместе с вами и только постоянный контроль. Папа должен быть рядом. Это однозначно. У нас ежегодные случаи, которые связаны с гибелью детей в момент нахождения вместе с ними, вместе со взрослыми на водоем. Надо понимать даже, что я сам человек и так же отдыхаю, как все остальные на водных объектах. Но работа моя, связанная с данным направлением, заставила пересмотреть мне глобальное отношение к воде. Поэтому она никогда в жизни ошибок не прощает и никогда не простит. Если вы решили искупаться и решили нарушить все возможные законные правила, поймите просто, что ваша жизнь дороже всего. Вы сегодня искупаетесь, а завтра отработает моя служба и ваши родственники будут горевать. Поймите, не стоит так делать. Есть места отведенные, пожалуйста, ходите в них. Есть бассейн, возможность поставить. Поставьте бассейн. Не надо идти туда, где запрещено, где нет людей, кто вам нигде никогда не поможет.